всем привет продолжаем катать евротранк симулятор 2 исследуем карту близимся вернее к ее завершению завершение следования как центральная яма которая присоседилась пристыковалась к великобритании завершающий рейс у нас идет на volvo vnl 660 с грузом в саму уже великобританию сейчас карту покажу сейчас как-то посмотрим сейчас мы видим посмотрим вот такая карта здесь мы стоим на заправочке немножечко отдыхаем время уже утренние пару часов отдохнули пару часов отдохнули сейчас сейчас поедем так вот мы на том же самом месте само собой здесь стоим отдыхаем пару часов вздремнул немного сходил сейчас перекусил заправляться нам не надо сейчас поедем дальше заводим торчок свой где наши зеркала отлично так снимаем тогда ты что-то делаешь товарищ включил габаритки движение у нас тут левосторонние за эту серию точно не успею доехать поудобнее кресло подвинем слишком близко ну все с богом в путь дорога у нас длинная ехать нам еще ой как далеко навигация не показывает ничего типа здесь связи нет дорогу ладно вот показывает так что у нас тут справа поля слева тоже какие-то поля это у нас каналы растительные на наверно здесь места эти повышенная влажность имеют как в атмосфере так и в почве до сделали канал и воду собирает и заодно для полива пригодится по типу калифорния наверно также на этот не так далеко это место где и на петрухе улетел где-то впереди тут разгоняться то я думаю особо не надо можно хорошо гавкнуться поэтому как-нибудь поаккуратнее будем так ехать поезда там носится что ли сейчас только поезд пролетел А тут О, вот такие тут Так, может сбавим Маленько скорость Почует мое сердце Недоброе Итак, с превышением еду С хорошим грузом на коротком европейском торчке Мне кажется, тут можно и куветец собрать А посему Вот, и что творится Чуть лицепедиста не сбил Понесло меня Ездит по обочине Чего не бояться Тут обочина-то такие Асфальта нет Один щебень Конечно, по асфальту поедет Цепедик Так, можно и летальный исход ему сделать На таких прыжках европеец короткий с хорошим грузом сложится Прыгнул А если еще чуть-чуть притормаживаешь Процеп тебя в торможении Хлоп В прыжке тебя толкает И все Ножницы готовы Я место точно не помню Где я на Петрухе-то улетел Блин, а так с превышением еду Скорость низкая А все равно с превышением Ну как в смысле низкая Так, вот где-то я недалеко тут, по-моему Потому что я потом выезжал Опа, 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 опа Вот это место Вот она Вот она, зараза Блин, поймал А, если бы не поймал Точно таким же Макаром Меня выбрасывала Сейчас Потянула на этого лецепедиста И вместе с ним бы сейчас В Курет ушел бы Блин, а Ванахуй вспомнил Если бы я в первый раз тут не улетел То сейчас бы улетел То сейчас бы улетел Потому что ехал до 100 пудов быстрее Лецепедики Вообще тут, кстати, как раз Вообще дорога Блин, ну как в России Вообще Все то же самое Все хочу Проехаться по суровой России Но там так долго ехать Надо так долго, о боже Это Что вот Поснимать Вот то, что ты хочешь проехать Надо целыми днями Только сидеть Ехать 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 Так Так Сейчас мы эти горки проедем Там вот впереди у нас вон стоянка Зеленым знаком боячит Там и стоянка Зеленый Это заправка Знак Синяя стоянка Ну там все вместе И вот потом Поворот вправо Срава После стояночки Сейчас мы пока в гору тащимся Тут, наверное, красивый вид будет Как на Петрухе Я тут фоткался Скриншота делана Так же на сейчас остановиться И так же Пару-тройку снимков красивых сделать Сейчас светло Как раз утро Как раз солнце светит Морда лица И можно от солнца Делать хороший снимок В таком же ракурсе Как на Петруху Мне кажется Вот в гору классно Сейчас идем Там повыше наверху Вторая передача Ну да Наверное везет Где-то 500 с копееками Лошадей По-моему движок стоит Еще повышенная Еще повыше Немного наверх Сюда надо заехать Вот сейчас здесь Можно остановиться Тут и стартовать легко Более пологий уклончик Тут движения нету Где-то я в этих же степях Тут И с Петрухой Фотографировался Скриншота Делать Так Снимочек Раз Так Вот так Еще один снимок Все Пойдет Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ух ты Ух ты Это плохо Это очень плохо Что я Тронуться не могу Блин Зараза Съезжать придется А вот это Ну Петрухе Там Где-то Под 700 лошадей Было Поэтому он легко Тронулся с места Вот что-то Зеркало Одно убрал Ага Понятно Сейчас Маленько Назад Съедем Так Опа Еще Хуже Плохо Так 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 Хорошо Я по-моему Уперся куда-то Да Ага В забор Сейчас Хоть будет Откуда Стартовать Давай 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 Пошел 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 я бы на автоматической коробке точно бы не вывалил это есть и ручная газ тормоз сцепления три заветных педальки то уже играя сцепление можно как-то вывалить не мне больше нравится играть и т.с. а т.с. больше нравится играть на ручке напомню у меня logitech g27 мне очень нравится вот ручная коробка перебор зря выскочил на четвертую передачу еще подъем еще придется сейчас на вторую поди щелкать нам вытянет на 3 слушать тянет ты смотри молодца а так а а а а а а а а а так сейчас у нас тут небольшой серпантинчик будет здесь дорога то нормально две полосы диких приколов тут нету хорошо сразу пашет мосты по моему у меня стоят такие средние даже на на более скоростные чем тяговитые на 355 по моему самый такой вот нормальный вариант где паша карта он сам говорит что самый хороший вариант это мосты 355 если меньше число допустим 325 если есть так я не помню там какое число до 6 то они более скоростные но менее тяговитые тихо 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 тогда к ним уже и движок уже к ним и движок соответственно намного мощнее надо чтобы где-то в подъемах скоростные мосты тягать а если для тяжелых грузов можно 38 наверно там по моему есть там больше четырех уже там уже нормально тогда для тяжелых грузов и к примеру по горам до по горам за с хорошим двигателем 700 лошадей зачем нужны мосты 355 разумеется самый другой нужен мост коробка хорошая по грамм допустим в канаде там или в канаде по моему есть такая знаменитая дорога дорога вдов там лес по ней возят очень опасная дорога там конечно такие мосты нафиг не нужны 355 там совсем другие идут уже на тягу рассчитаны там скорости к чему лес там таска этом такие лесовозы мощные ходят такие конкретные только у нас тут где-то у нас тут еще съезд с этой магистрали должен быть на опять на какую-то тропиночку какая магистраль так себе в смысле с асфальта и ходит то рядом я удивляюсь ну чему делись вот что говорит от дядя паша своих видео порой казалось бы в некоторых ситуациях вот так можно кого-то матом переложить нет человек совсем спокойный как так все рассудительно так спокойно в дядя паша так все получается не ругается нормально вроде и сказал все понятно и без мата обошелся но мне кажется такой вот такое поведение с годами дана приходит когда уже и жизнь посмотрел такой умудренный опытом человек по моему притча такая есть попросил молодой парень господа дает мне год вот опыта жизненного вот этого чтобы я умудренный опытом старик ну чтобы я был опытным таким человеком сказать жизнь повидашу тот раз его пальцами щелкнул так раз его сделал старцем шо ж ты ведь сделал ну а как ты хотел вид опыт без прожитых лет ничто опыт приобретается с годами вообще от слух человеческий имеет странную вещь то что тебе говорят родители в молодости доходит обычно когда тебе за 40 уже многие вещи которые бы ты в молодости никогда бы ни за что бы он не совершил имея нынешний свой опыт жизни тогда ты совершала легко не думая сейчас бы не совершил потому и есть твой опыт приобретенный потому что ты в молодости шишек набил косяков на пароль сейчас ты знаешь что хорошо что плохо когда тебе за 40 лет как узнать что грех это грех не совершая греха вот как как узнать что плохо это плохо не совершая плохих поступков понятно что своей жизни не надо руководствоваться тем что надо все попробовать какие-то вещи категорически делать нельзя я имею ввиду преступления всякие разные здесь даже понять что преступление это плохо не надо совершать преступление потом на своей шкуре понять да это плохо и я имею ввиду я имею ввиду обычную жизнь человека где-то обманул где-то не сдержался слово плохое сказал обидел близкого человека потом со временем ты понимаешь что этого делать нельзя так поступать нельзя казалось бы простые вещи доходят только-только так нам сюда так останавливаться не будем мы уже делали вот и получается без твоих ошибок молодости без твоих ошибок молодости не будет твоего опыта жизненного о каких-то вещах ты не сможешь судить говорить о каких-то вещах ты не сможешь судить говорить жизнь этой на то и дана надо жить порой ошибаться надо спотыкаться лбомом в землю со всей дури но потом понимать где ты ошибся что ты сделал не так понимать свои ошибки и этих ошибок и совершать но совершать другие ошибки снова вставать осознавать эти ошибки бывает даже некоторые ошибки не по одному разу совершишь но это жизнь нет человека который бы не совершал ошибок нет человека который бы не грешил ошибки же разные бывают намеренные ненамеренные можно совершать совершить какой-то греховно тяжелый поступок понимая все последствия что тебе за это будет любой поступок не остается без последствий пусть даже не сейчас но потом поэтому стараться конечно жить надо так что понимая что когда-нибудь может быть не сразу но позже расплата придет или с тебя спросится честно говоря это страшно даже думать о том что после твоей смерти будет только пустота ничего не будет был ты и все и нет но и до твоего рождения ведь ничего не было а из ничего как может появиться что-то так ведь не бывает изначально все равно что-то должно быть чтобы потом что-то появилось что это какая-то энергия еще что-то может быть прошлое какая-то жизнь я имею ввиду не материальную свою жизнь как свое тело что-то ежику понятно откуда я появился да вот а про душу свою говорю откуда она кто его знает может быть были другие жизни другие тела в которых была моя душа вот 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 мне так вот как бы кажется вот смотришь на какие-то вещи на какие-то места где ты никогда не был но они почему-то тебе кажется и образ жизни как там люди живут почему-то тебе кажется понятным понятно простым может быть это есть какой-то твой опыт жизненный из прошлых жизней которая все равно как-то так сохраняется в твоей душе мне кажется так к примеру вот меня нисколько меня не тянет допустим ехать жить кто к примеру если была такая возможность нисколько не тянет ехать жить в Таиланд в Индию в Японию в Европу если бы была у меня возможность к примеру пусть не навсегда переехать а хотя бы хотя бы какое-то длительное длительное время путешествовать меня вот сейчас вот не тянет даже если сейчас была возможность меня не тянет ехать ни в Азию ни в Китай никуда единственное место где я хочу побывать это северная Америка особенно особенно вот нравится Аляска прям вообще очень нравится как знать так стоп 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 ты сейчас куда поворачиваешь ты куда поворачиваешь друг сердечная вот скажи пожалуйста тебе же не сюда надо ты сюда зачетчишь тебе сюда надо твою дивизию где у нас точка назначения я же выехал уже на финишную так сказать Магастралкуна так а где у нас сюда ведь нам надо да ну да вот все 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 ой боже боже мне нельзя сюда так надо сейчас сюда ой да так слушайте ребята простите а ну ой да не сигнать его а сам знаю что накосячил ой да не сигнать его а сам знаю что накосячил ой да 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 такую кучу народу собрал так чё ты смотришь я не задел тебя вот смотрит о о между делом так за разговором между делом за разговором чуть-чуть не накосячил и не поехал вообще ни в то по ту сторону так на чем мы остановились откуда откуда берется душа да кто его знает кто его знает что есть по ту сторону занавеса никто об этом знать не должен никто об этом знать не должен никто об этом знать не должен страшно представить что будет в жизни в этой если человек каждый вот точно будет знать вот конкретно да вот я умираю похоронили и мы что моя душа отправиться туда-то туда-то и туда-то и ничего с ней не будет ничего такого тогда исчезнут что я не знаю какие-то может быть рамки ограничивающие человека я имею ввиду рамки в которых человек должен жить понимая что нельзя нельзя какие-то вещи творить нужно держать себя в этих рамках я так думаю так стать у нас есть это остановочка то недалеко где-то есть где-то есть ага так так это у нас остановка то будет или с этой стороны это непонятно справа по он только да где-то остановочка сделать надо потому что я за эту серию я точно я не успеваю доехать нам надет где-то эту серию сейчас остановить если нет если нет рамок нет какого-то кодекса если ничего нет что-то должно сдерживать человека ничего ничего сдерживать не будет и начнется во всем мире величайший облом всегда должны быть границы всегда должно быть понимание что за нарушение этих границ ты будешь держать ответ перед кем это другой вопрос обязательно с тебя спросится порой цена нарушения этих границ слишком велика так 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 а у нас справа только да они слева тоже можно стоять тобою дивизию давайте вот тут мы остановимся здесь остановимся так что опачки его нехорошо я стал на седьмой на седьмой того есть такой с места отлично так отлично ну что заправляться нам не надо пока топливо нормально сходим перекусим отдохнем время ложечка нормально проехал у меня будильничка срабатывает надо идти ладно ладно не прощаюсь давайте до новых волнующих на седьмой все и в